Сенсационную новость о многотысячной тайной армии США, выполняющей деликатные операции, включая убийство врагов Америки, представил журнал Newsweek. Как эта информация отнеслись в Китае, которую Вашингтон регулярно обвиняет в нарушении прав человека? Хороший вопрос. А между тем, в преддверии заседания Арктического совета, глава МИД России напомнил зарубежным партнерам, кому принадлежит Арктика. Лаврова услышали даже в такой неарктической стране, как Германия. Ну, а Украина тем временем проиграла битву за борщ. Вот эти и многие другие публикации темы мы и обсуждаем сейчас. В студии вместе со мной редактор на СМИ Иван Кожинов. Иван, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, давайте начнем с тайной армии Соединенных Штатов. Newsweek аж два года вел расследование, да, чтобы представить материал. Да, Мария, ну как вы считаете, это вообще сенсация или не сенсация? С точки зрения просто бытовой даже логики и некоторого понимания того, как действуют Соединенные Штаты, это, конечно, не сенсация. Не сенсация. Но если это подкреплено конкретными доказательствами и конкретной информацией, если это все обстоятельно расписано, то тогда это уже действительно очень серьезное дело. Ну вот любопытно, что как раз американские и вообще, скажем так, англосаксонские СМИ практически не дали никакой реакции на эту публикацию. То есть они промолчали. И, скорее всего, это говорит о том, что в публикации действительно содержатся такие данные, такая информация. Подлинная. Подлинная информация, на которую нечего ответить. И поэтому полная тишина. Как на это реагировать непонятно, да? Да. Единственное, что меня удивляет, что это несколько по-другому сегодня звучит в сравнении, допустим, с делом Эдварда Сноудена, когда в 2013 году он передал газетам Guardian и Washington Post информацию о работе Агентства национальной безопасности США, и когда вдруг неожиданно выяснилось, что, оказывается, американцы следят за своими гражданами. И не только за своими гражданами, но и за гражданами по всему миру, да. Все схватались за сердце, вот это картинное «а-а-а!» и прочее, да. И Сноуден был вынужден сбежать и уехать, да. Вот, поэтому удивительно, что сегодня как-то... Такого резонанса пока мы не наблюдаем, да? Такого резонанса нет, да. Ну, а что касается сенсации, что, наверное, действительно это сенсация. Во-первых, 60 тысяч человек. Это очень много. Это очень много. Это действительно армия. Такая армия может, наверное, не только заниматься там кибербопросами, вопросами киберборьбы, да. А на это тоже ведь делается упор, наверняка, особенно в наше время. Да, да. Это очень большое предприятие на самом деле. И если учитывать, что ежегодно на эту деятельность, на деятельность этой структуры выделяется практически миллиард долларов, то это, наверное, говорит о масштабе и объеме этого предприятия, да. И здесь как раз любопытно вспомнить истории с, ну, как бы мы сказали, нашими Петровым и Башировым, на которых столько было спущено, извините, собак, да, которые просто прогулялись вокруг собора. Оказалось, что в Соединенных Штатах не два такого плана человека, да, а 60 тысяч. И они почему-то об этом никому ничего не говорили. Но любопытно как раз, что Соединенные Штаты таким образом говорят, вот мы хотим так делать, как мы хотим делать, но вы так не делайте. Ну, само собой, конечно, что позволить себе намного проще, чем позволить это кому-то еще. И тем более, как я понимаю, вот эти товарищи из этих 60 тысяч человек, они и в военной форме могут быть, то есть это могут быть и боевые операции, это могут быть и... Да, и гражданские. Да, под прикрытием в гражданской форме. Причем они работают как со своими паспортами, так и с фальшивыми документами. Имеется в виду, что их документы фальшивые, да, с любыми фальшивыми, там, картами кредитными и правами, не знаю, там, любые, в общем, вещи, все они... Ну, вот это вот все как в кино. Ну, кстати говоря, надо сказать, что автор, который опубликовал эту статью, это Уильям Аркин, он же непростой, на самом деле, человек. В свое время, он тоже опубликовал справочник по ядерному оружию, раскрыв местоположение ядерных баз Соединенных Штатов и других стран по всему миру. И... То есть у автора есть кредит, доверие наработанное. Да, есть уже Реноме, есть определенное доверие ему, поэтому, видимо, те люди, которые ответственны за то, чтобы как-то ему ответить, они пока готовят этот ответ. Да, ну, и я бы хотел вот все-таки процитировать из журнала Newsweek, где все это было опубликовано, несколько, наверное, может быть, абзацев, что там происходило. Да, 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 чтобы дать понимание нашим слушателям. И так сенсация. У США есть тайная армия в 60 тысяч человек, и эти люди готовы воевать и в форме, и в гражданском, и со своим паспортом, и с фальшивыми документами. Они выполняют деликатные миссии во всех частях земного шара и делают это так, чтобы не оставалось следов. На это у них есть программа минимизации узнаваемости. И вот эксклюзивный материал Newsweek об этом тайном мире стал результатом двухлетних, как вы правильно сказали, расследований. И журналисты изучили более 600 резюме, 1 тысяча объявлений о приеме на работу, сделали десятки запросов на основании закона США о свободном доступе к информации, а также множество интервью с участниками данной программы и руководителями из военного ведомства. Угу. Обширная проведена работа там. И вот эта работа дала возможность взглянуть на мало кому известную составляющую американской армии, а также на ее никем не регулируемую деятельность. Никто не знает, каковы масштабы этой программы, и никто не изучает воздействия, которые меры уменьшения заметности, вот здесь такое есть понимание. Мне очень нравится это, да, меры уменьшения заметности. И там еще было как-то вот, раньше вы процитировали, минимизация узнаваемости. Именизация узнаваемости, да. Оказывают на политику и культуру поведение военных. Конгресс ни разу не проводил слушания на эту тему, а между тем военные, создавшие эту гигантскую тайную силу, пишет автор, бросают вызов американским законам, Женевским конвенциям, кодексу поведения военнослужащих и элементарным правилам подотчетности. Ну, действительно, вот складывается впечатление, что фактически страна, которая заявляет о себе как об оплоте демократии, как о стране, которая пытается нести демократию по всему миру... Светлая, добрая, вечная. Светлая, добрая, вечная, сама же и нарушает законы у себя. И, как я поняла, то есть 60 тысяч человек, это примерная оценка, получается? Это примерная оценка. Если никто не знает абсолютно масштабов конкретных этой операций. Насколько я понимаю, автор сделал такой приблизительный вывод, сколько человек может быть задействовано в этой структуре. Но, тем не менее, цифра 60 тысяч, она вот все постоянно здесь звучит. Причем многие работают под вымышленными именами, тайно действуя в рамках обширной программы по уменьшению заметности. И эта армия в 10 с лишним раз превышающей по численности законспирированные силы ЦРУ выполняет задания как внутри страны, так и за рубежом, действуя в военной форме, в гражданской одежде. Ну, тут несколько раз это все повторяется для американцев, чтобы они лучше понимали, о чем идет речь. В реальной жизни и в онлайне иногда скрывают структуру хорошо известных частных компаний и консалтинговых фирм. И вот что говорит... Это тоже киберкрыло, наверное. Да, это такое киберкрыло. И как раз что говорит Аркин. Это как раз... Он говорит об операциях, которыми занимаются эти люди. Это как раз те самые нечистоплотные операции, которые осуждает Америка, когда их осуществляют русские или китайские шпионы. То есть, понятное дело, что все страны занимаются разведной деятельностью. Развед деятельностью, так или иначе. Здесь никакого секрета нет, это все понятно. Но когда вдруг какие-то оппоненты начинают говорить о том, что почему это вы занимаетесь, зачем вы занимаетесь, кто вам разрешил заниматься разведной деятельностью, оказывается, что только мы можем этим заниматься. Вспомним, кстати, историю с Бутом. Это же чистый воды пример. Когда его фактически заманили в Таиланд. Причем он же никому не продавал никакого оружия. Какая-то речь шла о чем. Непонятно, колумбийские бандиты, не бандиты, что-то такое. И просто заманили его. И оттуда вытащили и посадили. Если я не ошибаюсь, чуть ли не по жизненным срокам удали. Без всяких объяснений причин. Вот это как раз типичный пример того, чем занимается эта организация. То есть фактически получается, что абсолютно спокойно нарушаются международные законы. То есть если мы возьмем Израиль, где страна, которая говорит о том, что мы никакие соглашения ни с кем не подписываем, и мы выживаем так, как мы можем выживать, потому что у нас такая ситуация, мы в данном случае исключение, то Соединенные Штаты, как мы помним, они подписывали различные Женевские конвенции, например, о правах человека. О некоторых правилах вообще. Да, о некоторых правилах поведения. А оказывается, что у них есть тайная армия, которая нарушает эти правила поведения, и они абсолютно по этому поводу, извините, не парятся. Ну да, ну честно, меня все-таки это не удивляет, Иван. Это безусловно то, что это вскрылось, и это приведено с таким количеством подробностей, и то, что столько удалось собрать информации журналисту Newsweek, это вот это да. Ну вот любопытно, кстати, что примерно 130 частных компаний участвуют вот в этих мероприятиях по уменьшению заметности. 130 частных компаний. То есть чем они занимаются? Они занимаются вот как раз изготовлением различных документов, уменьшением заметности. Вспомним наше агентство интернет-расследований, на которое тоже регулярно доезды совершают по поводу того, что якобы они занимаются какими-то там кибератаками и так далее. Это же вот мы часто пишем, не пишем, а переводим статьи, в которых об этом говорится. Но тишина полная, когда речь идет о Соединенных Штатах. Да, очень хотелось бы получить какую-то реакцию. И, вероятно, в Китае как-то на это все-таки отреагировали, что-то есть подозрение. Любопытно, да. Вот мы уже говорили о том, что вообще в мире промолчали. Вообще в мире промолчали. А китайцы, люди энергичные. И молчать не стали. И молчать не стали. Тем более, что к ним, да, постоянно же претензии по поводу... От Соединенных Штатов к ним поступают, что, мол, они не соблюдают права человека. Недавно было даже тоже, опираясь на вот этот тезис о нарушении прав человека Китаем, был призыв в Соединенных Штатах бойкотировать Олимпиаду зимнюю. Да, вот это было. А теперь вот такая информация. Ну, и постоянная история с уйгурским округом. Конечно, конечно, само собой, да. Ну, вот китайцы неоднозначно действительно отнеслись к новости вот этой тайной армии Соединенных Штатов. И кто-то выразил опасения по поводу ее вообще существования. А кто-то не упустил шансы и похитничать. Я имею в виду, китайцы — это читатели, которые посмотрели материал. И комментаторы. Да, да, да. Те, кто комментирует в соцсетях или на сайтах изданий. Да, и вот у нас как раз мы регулярно публикуем материалы из китайской соцсети Синова и Бо. И вот они обсудили эту сенсацию. Ну, тут любопытно, наш переводчик часто переводит даже имена. Не имена, а, ну, скажем... Ники. Ники китайских вот этих читателей-пользователей, да. Вот, например, «Бесподобный гений боевых искусств» или «Начальник Цань собственной персоной». То есть такие пафосные вот названия. Да. И имеющие к военному делу некоторые отношения. Так это же секрет Пелешинеля, вот пишет один из них. Вот, видите, я там жива. Да, ничего, то есть все-таки не сенсация, значит. Все-таки не сенсация. То есть это сенсация, но не сенсация. Это сенсация, потому что это имеет... Политическое значение. Да, и потому что это имеет базу конкретную, фактологическую. Говорите вы об этом или нет, все одно и то же. Контроль и мониторинг за всем миром. Постоянно вносите хаос, ну, это речь идет об Америке, и раздор в мировые дела. Дурачите другие страны. Не делайте ничего хорошего, только выпендриваетесь. Ну, а вот начальник Цань собственной персоной пишет так. Где-то прячется эта 60-тысячная террористическая организация. Понятно без слов, правда? Однако вероятность быть разгромленной серпом и молотом тоже велика. Ну, помню, что Китай коммунистическая страна. Да, да. Вот источник всех беспорядков и бедствий мира. США это крупнейшая террористическая организация в мире. Ну, то есть, в общем-то, все комментарии довольно жесткие, конкретные и понятные почему.